Сегодня в Петербурге работают порядка 4500 заведений, готовых предложить вам чашечку эспрессо или капучино. При этом именно в центре города преобладают не сетевые, а частные кофейни, которые отличаются от своих крупных конкурентов необычным меню или другими особенностями. В уютной кофейне, расположившейся в историческом центре города, можно не только побаловать себя вкусным кофе, но и получить свой портрет, нарисованный на стаканчике. Вместе с баристой здесь работают студенты художественных училищ, и пока ваш американо готовится, вы позируете молодому художнику. Всего за несколько месяцев о необычном и бесплатном дополнении к заказу узнали во всей северной столице, а 22-летний бизнесмен доказал собственным примером. Для того, чтобы занять свою нишу в бизнесе, совсем не обязательно быть опытным ресторатором. Мы с женой открывали эту сеть, и мы думали об уникальности какой-то, что должна быть какая-то уникальность, которая будет нас сильно выделять. И в этот момент мы листали ленты в инстаграм и увидели, что в каком-то барбершопе человек от того, что нету клиентов, сидит скучно, и он рисует бороду на стаканчике. И в этот момент мы переглянулись и думаем, кому... Начали спорить, кто быстрее придумал тему с портретами, потому что сразу родилась эта идея. И мы вначале думали, что это невозможно будет осуществить все, потом поняли, что это очень классно. И начали думать, как это все сделать, и пришли к тому, что это возможно. Без фишки, то есть собственной уникальной концепции, состояться в кофейном бизнесе действительно сложно. Маркетологи по всему миру постоянно разрабатывают новые креативные идеи. Рисовать на молочной пенке в чашке с латте, радовать посетителей бесплатным пончиком или печеньем, или готовить каждый десятый кофе в подарок. Обычным кофе с молоком уже никого не удивить, поэтому Бористо экспериментирует с добавками и вкусами. Так в кофейнях Петербурга можно найти кофе с лавандой, базиликом и даже облепихой. Моя жена работала пять лет Бористо, поэтому она понимала, что и как должно быть, поэтому, в принципе, это на нее легло. Но всегда можно найти профессионалов, которые тебе подскажут, что и как. Немалую роль в достижении успеха играет и персонал. Задача хорошего Бористо – это предвосхитить ожидания гостя, заинтересовать его разнообразием вкусов, форм подачи и вовлечь в процесс создания напитка. Внимание каждому посетителю, пожалуй, одно из самых ценных и труднодостижимых преимуществ. Однако многие считают, что главное для кофейни – это выбрать удачное место. У нас до этого была кофейня купленная, готовый бизнес вот на этом же месте. И у нас там был небольшой инцидент, что мы остались там без денег, без всего, ну то есть не очень хорошая ситуация, и мы должны были деньги этому арендодателю. И мы решили очень быстро открывать кофейню свою здесь и решили не терять время и открыть прямо здесь, то есть убить двух зайцев сразу и отдать аренду здесь и здесь же все сделать. Вот, поэтому как бы здесь и остались. Всего в кофейне трудится посменно 10 художников. Алена Останина приходит сюда работать после учебы и в выходные дни. Иногда за 5-6 часов она успевает нарисовать до 40 портретов. Да, бывает прям вот очередь стоит до выхода, и всех надо рисовать. Мне нравится, на самом деле, да, это здорово. На вопрос о том, приходится ли иногда приукрашивать действительность, Алена отвечает, что все люди по-своему красивы. Да и как иначе, ведь красота всегда в глазах смотрящего. Александр признается, поначалу он испытывал опасения, что найти ребят, которые хорошо рисуют и при этом готовы работать в ресторанном бизнесе, будет непросто. На поиски сотрудников кофейни он отправился в художественные школы и академии, размещал объявления о вакансии в тематических группах в соцсетях. Как оказалось, многие юные дарования нуждаются в дополнительном заработке и в свободное от учебы время готовы рисовать на кофейных стаканчиках. Мы первый раз пригласили на собеседную людей, пришло 45 художников. Мы дали им стаканчики, они начали нас за две минуты рисовать, и кто нам понравился, мы их взяли. Как-то вот так. Всегда очередь огромная стоит на этой вакансии. Очередь из желающих заполучить свой портрет и очередь на вакансию, казалось бы, позволяет формировать стоимость продукта на рынке. Однако цена чашки кофе для центра города вполне привычная, и ее может себе позволить и студент, и молодой специалист. Программист Амир Ромашкин работает в банке напротив и стал постоянным посетителем после того, как закрылся офисный кофе-поинт. Это единственное место в округе, где можно купить нормальный кофе. Приходя в кофейню регулярно, гости собирают целую коллекцию своих портретов, выполненных в разных техниках, ведь у каждого из десяти художников собственный стиль. В роли натурщика Амир ощущает себя уже привычно, а хороший кофе помогает ему настроиться на продуктивный день в офисе. Особенно, когда уже есть какой-то заряд на хорошее настроение, он еще больше поднимает настроение. Помогает продвижению стартапа и популярные социальные сети Instagram и ВКонтакте. Посетители охотно делятся сториз и публикуют фотографии десертов, напитков и, конечно, стаканчиков с рисунками, ставят хэштеги и отмечают локации. Многие любители кофе, а особенно те, кто давно хотел свой портрет, приходят в кофейню целенаправленно, увидев в ленте опубликованный друзьями пост и позитивные отзывы. А самые интересные фотографии владельцы размещают на своей страничке в Instagram. У нас соцсети — это 19% трафика. Она знает, что именно люди из Instagram приходят сюда, потому что мы находимся в центре, но не в проходном месте. Еще у нас стокольное помещение, поэтому к нам приходят именно с рекламы. В Instagram это очень хорошо зашло, все фоткают и так далее. Если бы не было соцсетей, мы бы сели, бы устроили мозговой штурм. Возможно, это промоутеры, возможно, какая-то наружная реклама. То есть, что привлекает людей, чтобы они это заметили и пришли. Запустить собственный модный стартап сегодня мечтают, а иногда и пробуют многие из тех, кого принято называть миллениалами — молодые люди, рожденные в 80-е и 90-е годы. Кофейный бизнес выглядит привлекательным, войти в него довольно легко. Ведь для того, чтобы начать, не обязательно тратить слишком много времени и денег. Кажется, что достаточно просто арендовать помещение и купить эспрессо-машину. Я скажу так, что вообще, если стоит кофейный в хорошем месте, именно в проходном, вряд ли она закроется, какая бы там концепция ни была, потому что кофе — это второй продукт после нефти на рынке, и он всегда будет востребован, и люди всегда пьют кофе. Но если вставать, допустим, в место, где очень дорогая аренда, где очень сильная конкуренция, возможно, из-за этого они закрываются, что у них нет никакой концепции, никакой уникальности. Вот так. Мотивирующий лидерский слоган «Сокол кофе» — «Привыкай быть первым» — говорит сам за себя. Популярность бренда растет с каждым днем. Уже начались продажи франшизы. Александр Соколовский уверен, что молодой предприниматель в нашей стране имеет огромные шансы на успех. Есть какой-то стереотип, что в России сложно строить бизнес или что-то такое, но на самом деле, убеждаюсь, у меня очень много знакомых предпринимателей, что очень довольно просто. То есть главное — желание не опускать руки. Когда ты начинаешь действительно этому учиться, что-то делать, реально всегда получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин